В Израиле громкий шпионский скандал. Бывшего министра и депутата Кнесета обвиняют в сотрудничестве с иранской разведкой. Все подробности знает Сергей Ауслендер. Карьера у Ганена Сегева была головокружительная, но в то же время и вполне типичная для Израиля. Отслужил в спецназе, выучился на врача, пошел в политику. Пост министра энергетики получил от премьера Ицхаха Рабина за поддержку его инициатив по созданию палестинской автономии. Тогда Сегева впервые обвинили в предательстве. Я полагаю, что Рабин премьер-министр и он подтвердил то, о чем мы говорили раньше. Что мы не собираемся в будущем создавать палестинское государство. Дальше Сегев, что называется, покатился по наклонной. Сначала попался на мошенничестве со страховкой, делался условным сроком. Потом его задержали при попытке провоза в страну крупной партии наркотиков, для чего он подделал дипломатический паспорт. В этот раз наказание было более суровым. Пять лет лишения свободы и пожизненный запрет на работу врачом. Освободившись, он уехал за границу, жил в Нигерии, где на него и вышли сотрудники иранской разведки. По данным следствия, Сегев встречался со своими кураторами за границей, передавал им информацию, касающуюся энергетической безопасности Израиля и расположения военных объектов. В мае этого года он приехал в экваториальную Гвинею, где его уже ждал запрос об экстрадиции. Власти Гвинеи выдали бывшего министра Израилю. Бывшие политики, люди обиженные государством, выброшенные, арестованные. У них чувство обиды, чувство того, что их недооценили. Попытка доказать, нет, я все-таки что-то стою. И на этом очень часто играют разведки. Это гораздо больше, более эффективно, чем простой подкуп. Впрочем, учитывая прошлое экс-министра, простой подкуп тоже нельзя исключать. Израильское законодательство к предателям относится очень сурово. В случае, если обвинения докажут в суде, это пожизненное заключение. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер.